Перед заключительной сессией этого года в парламенте Карачаева-Черкесии состоялось торжество. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм спикер Александр Иванов вручил почётные грамоты Народного собрания Карачаева-Черкесской республики 24 жителям республики. В числе награждённых – медики, юристы, спортсмены, госслужащие и, конечно, педагоги. Приятно, что о рядовом учителе думают, помнят и благодарят за работу. Хотелось бы почаще получать такие приятные подарки, сюрпризы. В повестке 50-й сессии Народного собрания 26 вопросов. Один из основных – принятие бюджета республики на ближайшую трёхлетку. Законопроект приняли во втором и третьем окончательном чтениях. Объём доходов на 2019 год составляет 25 миллиардов 28 миллионов рублей. Расходов – 24 миллиарда 925 миллионов. В итоге республиканский бюджет на будущий год сформирован с профицитом в сумме 103 миллиона рублей во исполнении условий соглашений о предоставлении с федерального бюджета бюджету Карачаева-Черкесии кредитов, заключённых между Министерством финансов Карачаева-Черкесской республики и правительством республики. Также депутаты Народного собрания приняли важный законопроект, направленный на поддержку многодетных семей. Он вносит изменения в закон о региональном материнском капитале. В соответствии с ними, за детей, родившихся или усыновлённых четвёртыми, либо последующими в семье, с 1 января 2015 года будут выплачивать региональный материнский капитал. Ранее его могли получать семьи, в которых дети родились в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014. Законопроект разработан в связи с поручением главы Карачаева-Черкесской республики Рашида Тимрезова, который на одной из сессий рекомендовал правительству и парламенту республики обеспечить дальнейшую поддержку многодетных семей. Сумма выплаты составляет 105 500 рублей. На реализацию закона в 2019 году будет направлено более 90 миллионов рублей. Законопроект предусматривает собой рождённые в 2014 году до дня рождения и исполнения 6 лет имеют право подавать заявление на получение. В 2015 году до 4 лет они имеют право, 4 полных лет пока не исполнится, имеют право подавать заявление на получение этой соцподдержки. На сессии также был одобрен в двух чтениях законопроект об утверждении соглашения по установлению границ между Карачаево-Черкесией и Краснодарским краем. Точнее, об их уточнении. Необходимость нового межевания земель связана в первую очередь с вопросом, в бюджет какого региона должны платить налоги арендаторы спорных участков. Это позволит в первую очередь, конечно же, улучшить привлекательность региона, рейтинг региона, даст положительный результат. Ну и значит, все инвесторы, которые идут в регионы, они прежде всего смотрят установленные границы, есть ли порядок в этих вопросах. Поэтому мы считаем, что это очень серьёзный и важный вопрос. Поэтому сегодня депутаты единогласно поддержали и приняли соответствующий закон. Также на пленарном заседании был рассмотрен ряд вопросов, касающихся образования, муниципального управления, выборных процессов и так далее. Мадина Лайпанова, Ренат Ибрагимов, Мурат Кемрюгов, Архез 24.